В одном датском городе жили-были два ребенка, вот она, вау, снежная королева, ему было очень холодно, а может быть я видел его? Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. Меня зовут Сергей и сегодня я расскажу вам историю. Эта история называется снежная королева. Ну что, готовы? Поехали! В одном датском городе, да, вот это город и он из Дании, да, в одном датском городе жили-были два ребенка, два ребенка, вот, это мальчик и девочка. Мальчика его звали Кай, вот, Кай. А девочку, ее звали Герда. Герда. Вот, Кай и Герда. Они не были братом и сестрой, но они были очень близки, очень близкие друзья, поэтому они называли друг друга братом и сестрой, вот. И они жили в домах, да, это их дома, и их дома были друг напротив друга, да, то есть друг напротив друга, вот. И между их домами был такой маленький мостик, можно сказать, и на этом мосту Кай и Герда, они играли каждое лето. У них был маленький сад, да, у них было много цветов, и также они посадили две розы, вот. Вот, и одну, одна роза была роза Кая, а другая роза была роза Герды, вот. И они сказали, что они будут друзьями навсегда и будут любить друг друга всегда, вот. Это было лето, вот, когда они играли в саду. Но когда приходила осень, было много дождей, а потом приходила зима и было очень холодно, они любили быть дома и слушать истории бабушки Герды. Она рассказывала им сказки, как я сегодня вам рассказываю. Так вот, они были дома, они слушали сказки, вот. Это бабушка Герды, вот. Значит, Кай и Герда, они сидели, они слушали сказки. И они очень любили сказку про снежную королеву, да. Вот она, вау! Снежная королева, вот она, снежная королева, да. Снежная значит снег, да, то есть здесь много снега, она сделана из снега, и королева, ну, вы понимаете, королева. Вот, и они любили эту сказку про снежную королеву, и эта снежная королева, она жила очень далеко-далеко, на севере, да. У нас есть, получается, вот, четыре стороны света, да, вот. Тут у нас север, тут у нас юг, это у нас восток, а это запад. Значит, она жила на севере, очень-очень далеко, вот. И у неё был огромный ледяной дворец, да. Он сделан был изо льда, полностью изо льда, да. То есть лёд, да, лёд, это у нас, как сказать, ну, когда мы пьём кока-колу, да, мы кладём лёд, и потом кока-колу, да, и тык-тык-тык-тык, чтобы был холодный. Вот, и этот замок сделан изо льда. Вот, и там жила эта королева. Да. У этой королевы, у неё было волшебное зеркало, да, магическое зеркало. И она всегда смотрела в это зеркало, и она могла видеть все её земли, да, всю территорию. И не только, она могла также видеть города, да, где жили Кай и Герда. И когда бабушка рассказывала Каю и Герде историю про снежную королеву, Герде было очень страшно. Она такая, о нет, я боюсь снежную королеву. Но Кай сказал, не бойся, я посажу её на печку, и она растает. Такая печка, это да, где мы готовим еду, печка. Вот, я посажу её на печку, и она растает. И они потом смеялись, они такие, ха-ха-ха, снежная королева растает. Но снежная королева, она это видела, она смотрела в её волшебное зеркало, магическое зеркало, и от злости она его разбила. И зеркало разбилось на тысячи маленьких осколков или льдинок, да, потому что оно было сделано изо льда. Как и всё здесь, да. Вот, на тысячи маленьких льдинок, осколков. И тогда она стала делать магию. Она стала говорить, пусть эти осколки летят по всему миру и попадают людям в глаза. Кому попадёт в глаз, тот будет видеть только нехорошее, только плохое. А кому осколок попадёт в сердце, то он будет злым, будет делать только плохие вещи, вот. И она стала колдовать, колдовать, делать эту магию. И осколки полетели, полетели, полетели по всему миру. И тогда эти осколки прилетели в дом, в дом Кая и Герды, бабушки, да, Герды. И были окна, да, окна, они открылись и залетели эти осколки. Бабушка говорит, закройте, закройте окна, да, потому что, ну, это опасно, вот. И когда они закрыли, но всё равно два осколка из этого зеркала попали Каю в глаз и также попали ему в сердце. И тогда Кай стал злой. Вот он, злой Кай. Больше он не был добрым Каем, он стал злым Каем, да, вот. И он стал говорить нехорошие вещи Герде, и она заплакала, бабушка, он меня не любит. Вот, а Кай побежал дальше. И вот однажды, одним зимним утром, Кай и Герда пошли играть во двор, да. Вот, у Кая были санки, вот, это санки. И раньше он всегда катал на санках Герду. То есть Герда садилась на санки, у него была такая верёвка, и он её катал. Но сейчас он не хотел её катать. И она говорит, Кай, пожалуйста, прокати меня на санках. Он такой, но ты упадёшь и заплачешь. Она говорит, нет, не упаду, не заплачу. Тогда он очень быстро её покатил, и она упала. И он такой, ты ничего не умеешь. Она, всё нормально, я не плачу. Вот, но тогда, когда они играли в городе, да, в этом городе, то вдруг в город приехала снежная королева. У неё были сани, только не маленькие санки, а большие сани, вот. И она приехала в город, и тогда что сделал Кай? Он привязал, да, то есть он привязал его маленькие санки к санкам королевы, или, может быть, он ухватился за её, и тогда они вместе уехали из города. Вот, но Герда не знала, она не видела этого, потому что она плакала и ушла домой, вот. Итак, Кай уехал из города, но когда они были уже вне города, да, когда они были уже далеко от города, Кай чувствовал себя... Ему было очень холодно, поэтому королева, она взяла его на руки, она поцеловала, да, так, поцеловала его в лоб, сюда, это лоб. И Каю больше не было холодно, но он стал весь синий, да, синий, вот. Как снежная королева. И они вместе уехали. В это время в городе наступила уже весна, а потом и лето, вот. Но так никто и не знал, где Кай. Поэтому Герда, она решила отправиться на поиски Кая, да. Она решила найти, где же её друг, где же её брат названный. Вот. Поэтому она стала ходить, стала спрашивать у разных людей, вы знаете, где Кай? Вы видели моего друга Кая? У него светлые волосы и голубые глаза, вот. Но никто его не видел, вот. И однажды она пришла к реке, да, это река, да, река, река, вот. И она спросила у реки, да, у реки стояла маленькая лодка, вот. Она спросила, речка, речка, помоги мне, пожалуйста, найти моего друга Кая. И она дала речке её башмачки, да, башмачки, это такая, как обувь, да. Вот она, башмачки, вот. У неё были два башмачка, вот. И она отдала её башмачки речке, и она села, да, на эту лодку. И лодка повезла её далеко-далеко-далеко. Лодка привезла её к другому берегу. И на этом берегу были красивые ворота, да, это ворота. И у этих ворот было много цветов. И когда эти ворота открылись, из этих ворот вышла одна добрая леди. И она увидела, да, Герду, и она спросила, ой, маленькая девочка, что же ты здесь делаешь? Она говорит, извините, вы не видели моего друга Кая. Но она говорит, нет, нет, тебе нужно отдохнуть. Тебе нужно отдохнуть. И она зашла с этой дамой к ней внутрь, да, в её ворота. А внутри у этой дамы был красивый сад, было много-много разных растений, цветов. Вот, и Герда гуляла такая, вау, вау, так красиво. И эта дама говорит, отдыхай, отдыхай. Да, она хотела, чтобы Герда просто села, лежала и отдыхала. Но эта дама, она не была простая дама, она была колдунья, да, волшебница. Но она не была злая, она была добрая. Но ей так понравилась Герда, потому что она была очень одинокая, да, эта дама. И она стала колдовать и колдовать, чтобы Герда забыла Кая, забыла, что она хотела. И Герда осталась у этой дамы, вот, она была долгое время там. И она спала очень много, и каждый раз она не помнила, почему я здесь, что я здесь делаю, да. Она не помнила. И однажды, когда она гуляла в саду, она увидела розы, две красивые розы. И тут она вспомнила, что она искала Кая, её друга. И она решила тогда, всё, мне надо идти. И она потихонечку ночью вышла, получается, из этого дома, из этого сада и пошла на улицу. На улице уже было не лето, уже была осень, потому что она была всё лето у этой дамы. Потому что дама была колдунья, да, поэтому уже была осень, а внутри всегда лето. И тогда пошла, Герда пошла к морю, да. Вот, это у нас море, вот, у нас есть волны, вот, волны. Она пришла к морю, и она стала плакать. Она, о-о-о, где же Кай? И у моря она увидела одного ворона. Вот, это ворон. И она спросила, прошу прощения, господин ворон, вы не видели моего брата, его зовут Кай. Он говорит, брат, я не видел никакого брата. Вот, но он, у него такие светлые волосы и голубые глаза. А-а-а, может быть, я видел его. Мне кажется, что у нашей принцессы есть новый друг, и я думаю, что это он, ваш брат Кай. Она говорит, правда, отведи меня, пожалуйста, к нему, да, отведи. И он такой, без проблем. И они пошли вместе искать её брата Кая. Они пришли к большому дворцу, а у этого дворца их ждала его жена, ворона. Да, это ворон, это ворона. И когда они пришли, они сказали, о, хорошо, мы поможем тебе зайти внутрь, но нужно ждать, когда будет ночь, да, ночь, чтобы никто нас не увидел. И мы потихонечку пройдём. И вот, когда уже была ночь, Герда и ворона, и ворон, они потихоньку шли, да, во дворце. Вот, они были во дворце, и они потихонечку шли, шли, чтобы никто их не видел. Все стражники, да, стражники, которые защищали, они все спали. Вот, поэтому они тихо прошли. И они пришли в спальню, да, это спальня, где спал этот мальчик, который Кай или не Кай, мы не знаем. И спала принцесса. Но когда Герда, она подошла к этой кровати, да, где спал мальчик, она увидела, что это не Кай, это другой мальчик. Но она случайно также разбудила принцессу. И они такие, аааа, стража, стража, да, стража. И стражники быстро прибежали, вот он, стражник. И они схватили воронов, да, и тогда Герда сказала, ой, прошу прощения, прошу прощения, я думала, вы мой брат. И тогда они стали спрашивать её, а кто твой брат? И Герда, она рассказала им историю. Тогда принцесса, маленькая принцесса и её новый друг, они так прониклись этой историей, что они решили помочь Герде. Они сказали ей, не переживай, мы тебе поможем. О, привет, друзья! Спасибо вам за то, что вы поддерживаете мой канал и покупаете мне кофе на сайте кофе.com. Здесь ссылка. Если вы также хотите поддержать, вы знаете, что делать. Тем временем в замке Снежной Королевы, да, в её ледяном замке, был Кай. Снежная Королева, вот. И Кай, он делал фигурки изо льда, да, он их собирал, делал, выкладывал. И его спрашивает Снежная Королева. Кай, Кай, ты знаешь, что такое любовь? А его сердце, оно стало очень холодное, да? И он не помнил. Он такой, нет, я не знаю, что значит любовь. Ты знаешь, что такое красота? И он такой, нет, я не помню, что такое красота. Но он сказал, но я помню Герду. И королева такая, ничего, скоро твоё сердце станет куском льда, да, лёд. И ты забудешь Герду навсегда, вот. Это всё было в замке Снежной Королевы. Тем временем Герда, она уже ехала, получается, в карете, да. Это карета с лошадьми, которую дали ей принцесса и маленький мальчик. Принц, наверное, вот. Они едут, едут, чтобы найти Кая. Но вдруг перед ними оказались разбойники, да? Пуф-пуф-пуф! Разбойники убили, убили всех, кто... Вот этих кучеров, да, на лошадях. Они убили всех, кроме Герды. Вот, Герда осталась жива, но также они хотели съесть Герду. Но у разбойников была маленькая девочка, разбойница, и она защитила Герду. Она сказала, нет, это моя игрушка! Вот, игрушка. И она забрала Герду к себе. Поэтому никто ничего не сделал с Гердой. Тем временем она привела Герду к себе в логово. Да, логово это как дом разбойников. Вот, они жили в пещере, да, пещера. И в этом логово у неё было много животных. Были зайцы, был олень, да, северный олень. Были птицы, была лиса, вот. Но все эти животные, они были на цепи, да. То есть цепь у них была, цепь, вот, да-да-да, цепь. Они были все на цепи, они не могли никуда ходить. Вот, и она тоже привязала Герду, вот, к цепи. Вот, и она сказала, ха-ха-ха, теперь ты моя игрушка! Да, но Герда была очень грустная. Она говорила, пожалуйста, отпусти меня, девочка. Мне нужно искать Кая, да. И она рассказывала про Кая. И когда животные, олень и птицы, они услышали эту историю, они сказали, Герди, мы знаем, где Кай, потому что мы видели снежную королеву с этим мальчиком. И она узнала, снежная королева, а где она живёт, да? А снежная королева, они сказали, она живёт в Лапландии. Лапландия — это вот здесь территория на севере Финляндии, Норвегии и России. Это вот Лапландия. Вот, и она сказала, она живёт там, тебе нужно ехать в Лапландию. И тогда девочка, она услышала эту историю, и она подумала, о боже, как грустно. Поэтому она отпустила этого оленя с девочкой и сказала, отвези её к королеве, помоги ей найти её брата. Вот, и тогда они вместе побежали. Но эта разбойница, её сердце начало расти, и она чувствует, что она не хочет держать этих животных. Поэтому она всех их отпустила тоже. Вот, она отпустила. И она говорит, телячьи нежности, телячьи нежности. Это так люди говорят, когда они саркастично относятся к доброте и к нежности. Вот, но на самом деле она добрая, да. Вот, и животные, они стали с ней жить вместе, потому что они поняли, что она добрая. Герда едет верхом на олене, да, и они приехали в Лапландию. В Лапландии они нашли дом, да, они увидели дом, им было очень холодно. Поэтому они зашли в этот дом, а в этом доме жила старая Лапландка, вот. И Лапландка, она увидела, ох, какие вы бедные, да. Она их обогрела, да, она их приютила, вот, и они поспали у неё немножко. Но она сказала, прошу прощения, здесь в Лапландии нет снежной королевы. Она уехала дальше, в Финляндию, её замок в Финляндии, да. То есть Финляндия, страна. И Герда, она такая, о нет, мне нужно ехать. Но она была так устала, что она уснула. Вот, на следующее утро, когда она проснулась, они поблагодарили, сказали, спасибо тебе, добрая Лапландка, вот, старая бабушка. И они поехали дальше. Но она сказала, когда приедете в Финляндию, заедьте к моей подруге Финке. Вот, и они так и сделали. В общем, когда они приехали в Финляндию, было тоже уже вечер, была сильная пурга, да. Пурга, это метель, когда снега много и сильный ветер. К счастью, они нашли дом Финки, и когда они зашли, они встретили эту Финку там, вот она. Она тоже им сказала, итак, я знаю, где есть снежная королева, но сейчас очень холодно, будьте дома, никуда не ходите. Но Герда не могла ждать. Она так боялась за Кая, и она сказала, пойдем, олень, прямо сейчас, да, в эту пургу. И, да, они немножко отдохнули и поехали прямо в пургу, а был очень сильный ветер. Очень холодно, и они шли, шли, было очень тяжело. Но потом олень уже просто не мог идти, и он устал, и он лежал здесь. Тогда Герда пошла одна, пошла, 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 пошла. Вот, и потом Герда, она таки смогла найти этот замок снежной королевы, и она зашла внутрь замка. Внутри замка Герда увидела Кая, да. Кай, он был весь синий и такой злой. И он играл с кусочками льда, делал фигурки. И она сказала, Кай, это я, Герда. Кай посмотрел на нее так и сказал, я не знаю, кто ты, да. Тогда Герда, она заплакала, Кай, это я, Герда. Да, она подошла и обняла его. Вот, она его обняла. И тогда ее теплые слезы, они покатились и попали Каю в глаз и в сердце. И он тогда, ау, ой, что-то больно мне здесь, больно. Вот, и тогда маленький кусочек льда, который был внутри его глаза и в сердце, он выпал и из сердца тоже. И тогда вернулся добрый Кай, да. Вот, она сказала так, Кай, он такой, Герда, Кай, Герда. Они начали обниматься и радоваться, но в этот момент пришла снежная королева. И Герда сказала так, я не дам тебе Кая, он мой друг, ты не сможешь его забрать. И снежная королева хотела что-то сделать, но потом она просто взяла и ушла. Но почему она ушла? А потому что их любовь была такая горячая, да, горячая. Такая сильная, что для снежной королевы это опасно, потому что она ведь сделана из льда. Поэтому она ушла и ее замок тоже исчез. Тогда Кай и Герда, они были счастливые, они вместе вернулись назад, встретили всех друзей, встретили разбойницу девочку, встретили ворону и ворона, принцессу и всем сказали спасибо. Вот, и когда они вернулись, они стали снова жить вместе и их цветы, да, их розы тоже вместе росли. Ну, это все на сегодня. Спасибо вам большое, друзья, за то, что смотрели моё видео. И если вам понравилась эта история, то не забудьте поставить лайк и написать комментарии, что вы думаете об этом. Слышали ли вы раньше эту историю и какую другую историю вы бы хотели, чтобы я вам здесь рассказал. Также я хочу сказать большое спасибо всем моим патронам, а в особенности Джоэлу и Элизабет, потому что благодаря им я могу делать эти вещи, эти истории. Вот, спасибо вам большое. Желаю вам счастливого Нового года и Рождества. До скорого и пока-пока.